Особое мнение на 101FM Группы общественного контроля За ремонтом и содержанием дорог Об этом мы сегодня тоже поговорим При общественной палате И хотела, конечно, я с Константином начать С Константином разговор С гражданского форума Который завершился буквально вот-вот Было две секции, Константин Которые вы модерировали Одна секция касалась как раз дорог Вторая секция касалась, как я понимаю Утилизации бытовых отходов И все это было в преддверии Экология, по-моему, называлась Это национального проекта Экология И касалась это все утилизации твердых бытовых Твердых коммунальных отходов По-разному это называется Насколько я понимаю, по итогам этой секции Сейчас пишется резолюция И вчера вы говорили о том, что В резолюции этой будет отдельным пунктом Выделена фраза о том, что Кировская область не готова К так называемой мусорной реформе Так ли это? Да, на сегодняшний день Кировская область В ходе обсуждения, опять же, на секции Мы пришли к выводу, что Кировская область Не готова к вхождению в данную реформу С 1 января 2019 года Там очень много пунктов На основании чего не готова Мы не просто высказали Не готова и все Мы высказали, почему не готова Один из пунктов на сегодняшний момент Это, опять же, у нас до сих пор нет тарифа Нет до сих пор тарифа У регионального оператора Тариф это Та сумма, которую будет влазить каждый из нас За вывоз мусора Насколько я понимаю Да, да, да Насколько я помню, как раз Обещали где-то в ноябре К 20-м числам декабря утвердить Это я один из пунктов Не утвержден тариф Понимаете, мы не можем Почему мы сказали не готова Потому что, потому что, потому что Один из этих потому что пунктов Это на сегодняшний день Это нет тарифа Второй пункт Региональным операторам до сих пор не распределены Нет подрядных организаций Не выбранные еще Да, не выбранные они И неизвестно, выберутся, не выберутся Те организации, которые будут транспортировать Отходы до полигонов Конечно Потом, следующим пунктом Можно взять не оборудованные места складирования ТКО В районах Нет контейнерных площадок Давайте мы приедем в любой район Без разницы Особенно удаленный от Кирова Мы с вами в деревне Точно не найдем место складирования Где это должно быть Куда гражданин должен вынести свой пакетик с мусором В какой-то контейнер До сих пор А подрядная организация должна до этого контейнера нормально доехать То есть должна быть до него дорога Должна остановиться, должна загрузить так, чтобы не высыпался этот мусор Да, не просыпался и увезти его на полигон Нет контейнерных площадок Вот и следующее Это плохая информированность населения В Кировской области Что бы ни говорило правительство области Что бы ни говорило министерство ЖКХ энергетики Но если мы опять же приедем в любой Удаленный район Я не говорю про город Киров и агломерацию Кирова Я могу сказать и про город Киров Потому что я уверена, что проблемы с января Если все это будет запущено И с января начнутся проблемы Даже не с января, а с февраля Когда люди получат первые платежки Плюс у нас был вопрос Стоял по поводу платежного документа Который будет в феврале месяце Как на сегодняшний день говорит региональный оператор Оператора по платежам выбрали Кировэнергосбыт По сути получается То они говорили, что Все вероятно будет это в одной квитанции Вместе с электричеством То есть если не хочешь, например Оплатить вывоз мусора Ты не сможешь это сделать И наше предложение на сегодняшний день Чтобы это была отдельная квитанция Когда гражданин мог понимать Вот он платит за свет Вот он платит за ту услугу По вывозу мусора Которая ему предоставлена А вдруг она ему не предоставлена Так извините, за что он должен платить А у нас же Заплатил квитанцию И все, договор уже Оферты подписал С региональным оператором Один раз оплатил и все Хочешь, не хочешь Это же, понимаете Это пример на сегодняшний день Небольшой Это фонды капитального ремонта Мы помним, как в 2014 году Вся Кировская область Те дома, которые подходят Под фонд капитального ремонта Под реформу Входил в данный этап Это было недовольство Это было непонимание За что мы платим Это было непонимание На сегодняшний день Какие работы производятся Какие услуги оказываются Фондом капитального ремонта По какой стоимости И какого качества Здесь примерно Примерно одинаково Здесь уже охват Не какой-то части населения А всей Кировской области И человеку на сегодняшний день Гражданину До сих пор не довели информацию Поэтому одна из наших рекомендаций Для регионального оператора В рамках секции выработана Это разместить таблички Элементарным способом пойдем Как мы делали это С фондом капитального ремонта Размещали информационные таблички Без разницы Давайте возьмем село Есть информационный стенд Можно на информационном стенде Разместить какую-то информацию Которая на сегодняшний день Актуальна Можно? Можно Эту информацию можно Разослать всем главам Сельских поселений Они эту информацию разместят Чтобы эта информация была Можно эту информацию разместить В администрациях В домах культуры Еще где-то Понимаете У нас вопрос не стоит Что надо много-много-много Рекламы сделать Разместить таблички о чем? О том, что меняется Структура обращения С отходами с 1 января Конечно, конечно Структура обращения С отходами меняется С 1 января Кто у вас будет Оператором По вызову ТБО И контактный телефон Желательно мобильный Телефон Желательно мобильный Желательно регионального оператора Создать колл-центр На сегодняшний день Потому что поток Обратной информации Особенно негодование Такого Граждан Он будет огромный Чтобы могли быстро Разъяснять Я думаю, об этом сейчас даже не думают Природоохранная прокуратура Она тоже присутствована Секцией Они высказались С предложением На сегодняшний день Региональному оператору В каждом районе Создать своего представителя На первое время Я не говорю На все там 10 лет Именно на первое время Чтобы можно было С кем-то быстро контактировать Чтобы быстро Можно было получать Обратную информацию Позадавать Какой-то либо вопрос И этот вопрос Решался А не так Что у нас получится Что, извините Мы должны С Афанасьевского района Звонить в город Киров Куда-то там На улицу Некрасова Где находится Организация Куприт И дозвонимся Коу-центра Еще непонятно Когда мы дозвонимся Да, и дозвонимся Не дозвонимся Либо идти в энергосбыт Который на сегодняшний день Ножками туда идти Ножками Потому что дозвониться Тоже очень сложно И при этом Движение жизни Как сказали моей маме Когда она не могла дозвониться И пошла Мы же с вами Тут недавно Информацию Очень много получали Какие очереди Были в энергосбыт Даже по тем квитанциям Которые они распространяют Связаны с электричеством А что будет дальше Просто На сегодняшний день По этому поводу Сколько я вам пунктов Рассказал И их там еще есть Несколько То по всем этим пунктам Мы понимаем Что есть вопросы На которых нет ответов Значит область Пока не готова Так Это будет отражено В резолюции Резолюция Это документ По итогам секции форума Передаете ее В правительство Она передается Сначала В общественную палату Все это формируется В рамках одного Большого документа И дальше Этот общий документ Передается в правительство Кировской области И публикуется Как я понимаю И есть вообще Надежда на то Что этот документ Не ляжет кому-то Под стекло Под скатерть В ящик стола А будет изучен Потому что Остается Изучен Остается два месяца Два месяца До старта Мусорной реформы Такая вишенка Как говорится На торте Мы также В рамках секции Данной секции Пришли к решению Что мы создаем Отдельную Рабочую группу Мы Это кто? Ну Кто присутствовал Это общество Члены общественной палаты Кто присоединится Экологические активисты Экологические активисты Общероссийский народный фронт В лице Романа Титова Создаем рабочую группу Она в ближайшее время Я думаю Где-то конец этой недели Начало следующей недели Роман Альбертович Более подробно Про нее В дальнейшем расскажет Мы создаем Рабочую группу В рамках общественного контроля За вхождением Или за контролем Можно сказать Как область Будет входить В данную Реформу Да Константин Можно уточниться Все-таки Эта рабочая группа Она будет таким Объединением общественников Или она все-таки Будет работать При каком-то Уже существующем Объединении Объединение общественников Это будет Объединение общественников Она будет работать Пока на сегодняшний день При общероссийском Народном фронте При ОНФ В какой-то Как бы форме Все это будет В ближайшее время Сейчас все проговаривается Кто туда будет входить Тоже сейчас все это Еще проговаривается Потому что Недавно была секция Недавно мы этот вопрос Решили Что да Она нужна Она нужна в такой-то форме В таком-то виде Роман Альбертович Сказал что Он готов И он уже этим Не первый день занимается Как я понимаю Возглавить эту рабочую группу Вот Как будет дальше Посмотрим Вот Но она будет И первый ближайший выезд Мы планируем Где-то в ноябре месяце В район области Пока не определились В какой Это Для обратной информации От жителей Да От жителей Мы же с вами сейчас говорим Что они не готовы А вдруг они готовы А вдруг они готовы Потому что же контейнеры Стоят Редочком покрашенные Красивые Когда они нам говорят Что у них все замечательно С министерством экологии Мы приняли решение Что давайте в ноябре Съездим В любой район Какой мы выберем То есть вы так по карте Просто подойдете пальцем Покажете Вот туда едем Мы все Закрыто Я не скажу Что мы совсем Вот так закрыты У нас там есть проблемы В Орлове Да например Не очень далеко от Кирова Не очень далеко от Кирова У нас есть вопросы По Верхнекамскому району Это далеко от Кирова Это далеко от Кирова Есть другие еще районы В которых тоже непонятно Есть полигон Нет полигона И как дальше Они будут находиться Да Вот я вам приблизительно Два района уже сказал В которых мы с удовольствием Можем в ноябре И в декабре съездить Но по крайней мере За ближайшие два месяца Ноябрь-декабрь Мы посетим два района Константин Сичихин Член общественного совета При Росавтодоре В нашей студии Я так понимаю Что и член Общероссийского народного фронта Забыла представить членам УНФ Сделаем небольшую паузу И вернемся Особое мнение На 101FM Константин Сичихин В нашей студии Мы продолжаем с ним говорить Про предстоящую мусорную реформу Которая должна начаться Прямо вот запуститься В нашем регионе С января следующего года Но, как говорят общественники Не готовы ничего В нашем регионе пока Ну, кое-что готово Кое-что, кое-где Одно радует, что мы Не в самом конце списка По всей России На сегодняшний день Одно радует, что у нас Есть региональный оператор Который выбран Да, который выбран Где-то еще и даже не выбран Одно радует, что когда-то Скоро у нас будет тариф Но это уже как минимум 126 рублей С человека Я видела подсчеты ваши Да, это приблизительные подсчеты Я не утверждаю, что это Именно 126 рублей Не меньше Но не меньше уже Потому что по всем подсчетам Те аукционы, которые выставил Региональный оператор Это уже не меньше 126 рублей с человека Да Как это будет дальше Об этом нам расскажет Наверное, в ближайшие месяцы РСТ Когда они тариф посчитают И официально уже объявят Региональная служба по тарифам Как раз, я так понимаю Что принимает окончательное решение Да По тому, сколько мы будем платить За вывоз мусора Это только от нее На сегодняшний день зависит Потому что, как я по ним знаю Региональный оператор Подал твои документы На подсчет тарифа В общем, в Кировской области Создается группа Общественного контроля По тому, каким образом Будет запускаться И осуществляться Мусорная реформа В нашем регионе Константин Сичихин Сейчас рассказал Предварительно В ноябре, в декабре Будет два выезда В районной области Чтобы посмотреть Готовы ли они вообще К запуску К переформатированию Скажем так Системы обращения с отходами Еще одна рабочая группа По-прежнему Еще вокруг гражданского форума Все ходим Вторая секция Которую вы модерировали Секция касалась Общественного контроля За ремонтом За содержанием дорог Рабочая группа По этому направлению Вы, Константин Сичихин Багир Шариф Виталий Брам В разные периоды времени Присоединялись К этой группе Разные другие люди В том числе Губернатор Васильев Насколько я помню Даже удостоверение есть Он, правда, с вами не выезжал Рабочая группа Сколько существовала, Константин? Три года Три года Три сезона Я лучше так говорю Три сезона Три сезона существовала На гражданском форуме Было заявлено о том Что она прекращает Своё существование Что вызвало Ну, достаточно такой Эмоциональный всплеск В социальных сетях Люди писали Как жаль Да почему Да зачем Да как И, по-моему, с вашей стороны Был ответ Что это ещё не конец Мы ещё повоюем Нет, конечно Это ещё не конец И мы Ну, повоюем Не повоюем Но вопрос в том Что, да В том формате В котором сейчас Была рабочая группа Ну, она себя уже Немножко изжила Можно так сказать Как бы тот формат работы Как мы работали В рамках общественной палаты На сегодняшний день Ну, уже не тот И хватит, я думаю Всегда к чему-то Должно приходить окончание Да Вот И так и в данной ситуации Что будет дальше Сейчас этот вопрос Проговаривается Сейчас мы пока решаем Пока не буду Убегать вперёд На сегодняшний момент Как это будет Это будет всё-таки Рабочая группа По контролю Именно за дорогами Или это будет Какое-то направление Давайте вспомним Историю рабочей группы История рабочей группы Она появилась Из движения Делай дороги Движение Делай дороги Оно никуда не делось Оно как было Оно как существует И оно никуда Не исчезло Оно как На сегодняшний день Как есть Основной актив Это Виталий Это Виталик Браун Это Багир Шарипов Да Это другие ребята Они как есть Так и остались На сегодняшний момент И движение Делай дороги Оно своё существование Продолжает И будет продолжать Да и На долгие-долгие годы Как я надеюсь Да Вот Как рабочая группа Рабочая группа Это был один из инструментов Инструментов Законодательных инструментов Можно так это даже сказать Это в рамках закона Об общественном контроле Мы этот инструмент Использовали Мы этот инструмент Мы прошли Весь Все три сезона Мы изучили Всё полностью Сейчас надо дальше Уже другими инструментами Пользоваться И другими инструментами Реализовывать Тот наработанную Информацию Которая на сегодняшний день Умещается На сорока Листах Акта общественной проверки За три года Вот мы сейчас Акт В четверг Я представляю его На совете Общественной палаты Это заключительный момент Точка последняя Кировская общественная палата Кировская общественная палата Акта И как говорится Он либо одобряется Либо нет Дальше акта Ссылается уже Контролирующим Либо И в правительство области Дальше мы начинаем Работать согласно акту В какой форме Мы будем работать В дальнейшем Покажет время Сейчас еще Такие Есть Переды Как говорится Может появится Общественная организация Ну Я напомню Рабочая группа Существовала при Общественной палате И это давало Ей определенные Ну не то чтобы Преференции Скажем так Но определенные Механизмы Определенные рычаги Конечно То есть аппарат Общественной палаты Помогал вам готовить Документацию Писать запросы Еще что-то Иногда предоставляли Транспорт для выезда В районы По вашим заявкам За это Общественной палате Я очень сильно Благодарен В случае Если вы остаетесь Просто в статусе Некого общественного Объединения Или общественной Организации Не при ком Я так понимаю Что все эти затраты И временные И финансовые Они лягут на плечи Общественников полностью Обязательно Вы это сейчас Продумываете Да Мы сейчас это продумываем И сейчас это все Анализируем И думаем Каким дальнейшим Механизмом Работать В рамках Движения Делай дороги Как это будет Ну честно Не хочу забегать вперед Потому что сейчас Могу наобещать Очень многое А вдруг что-то Не получится Из-за этого Все покажет время В общем Общественный контроль С наших дорог Не денется Никуда Никуда не денется Мы очень Благодарны Гражданам Города Кирова Агломерации Кирово-Чапецку Слободскому И многим-многим Районам Что они на сегодняшний день Очень отзывчиво Относятся К движению Делай дороги К рабочей группе Постоянно присылают Свою информацию И в дальнейшем Я думаю Что это не останется У нас Как есть соцсети Как есть Фотографии Фотофакции Фиксации Нарушений И тому прочее По-прежнему можно отправлять Конечно По-прежнему можно Направлять По-прежнему мы Работаем По-прежнему мы Готовы выезжать На любые факты Которые есть Плюс мои полномочия На сегодняшний день Как представители Общественного совета Росавтодора Они Можно даже Сказать Немного выше Чем полномочия Которые были При общественной палате Да Потому что Росавтодор На сегодняшний день Является основным Оператором Федеральных программ Это Это и безопасные Качественные дороги Это и национальный проект Безопасные автодороги И в данной ситуации Мы работу свою Не оставляем Мы продолжаем ее Просто Уже не в виде Рабочей группы В другом каком-то качестве Константин Сичихин В нашей студии Продолжаем Но у нас вот такие темы Большей частью Конечно Местные Даже я бы сказала Городские История с благоустройством Кочаровского парка Тему эту подняли вы В вашем телеграмме На прошлой неделе Если я не ошибаюсь Видела у вас первое сообщение Речь идет о конкурсе 17 миллионов рублей Которые Разыгрывают Извините пожалуйста В конце года И фактически Я не знаю конечно Наверное часть работ Успеют сделать И успеют сделать качественно Слава богу Нам с осенью повезло В этом году Да Очень повезло Вот Но какие-то работы Может быть не успеют сделать Вы как-то следите Вот за этой историей Или нет Ну пока на сегодняшний день Я вот не скажу На сегодняшний момент Кто выиграл данный контракт Но он еще Там до конца месяца Если я не ошибаюсь Там до 20 какого-то До 29-го по-моему Октября да Вот мы увидим Кто выиграет этот контракт Какой такой подрядчик Рискнет Уйти в ноябрь Производить те работы Которые прописаны Согласно техническому заданию А это земляные работы Да Плюс укладка асфальта Газоны Газоны Плюс там Ливневая канализация Ливневая канализация Лотки Это тот пласт работы Который в ноябре месяце Очень рискованно Производить Да Это как минимум Делают в летний период Времени Ну где-то еще Сентябрь затрагивают Да Потому что у нас погода У нас сегодня Благодаря не знаю Солнышко светит Более-менее Там тепло 6 плюс градусов А завтра выпал снег А завтра может выпасть снег И будут сугробы Просто-напросто Где-то же у вас Я видел В паблике 14-й год назад У нас лежали сугробы По колено В эти дни И в данной ситуации Мы с вами можем Утром проснуться Сейчас И увидеть такие сугробы По 5-10 сантиметров Что на сегодняшний день Опубликовывать такой контракт Это прежде всего Рискованно Для администрации В плане Не выполнения работ Со стороны подрядной Организации Но я так поняла Что выхода Это не было Тоже у администрации Они должны были Эти деньги Каким-то образом Разыграть Или деньги Уйдут обратно В федерацию Я не спрашивал У администрации Почему они так рискнули Честно А ОНФ Будет вообще Отслеживать эти работы То есть смотреть Кто где Качество Я как член штаба Всероссийского народного фронта Есть ОНФ Как организация На сегодняшний день И здесь Я не могу сказать За ОНФ Как за организацию Сам я конечно Буду лично Отслеживать Кто будет Подрядчиком Данной работы Мне будет Просто интересно Как он сможет Выполнить За тот срок А это 30 дней С момента подписания Контракта До конца ноября Он должен сделать Кабы нам не прийти Опять к тем лужам К тому болоту Которому было В том году Вы помните Когда там была Большая реконструкция Данного парка И что Это привело Откуда взялись Работы по ливневой Канализации Потому что Собственно сделали А потом подняли Что надо все переделать Конечно И в данной ситуации Опять же Лишние миллионы рублей Тратят Непонятно куда Ну да Может быть не успели Да Может быть не успели Отторговать Может быть там Пришли дополнительные Денежные средства Может быть это в рамках Средства Сэкономленных В рамках Комфортной городской среды Но Извините Связанная с парком Совсем маленьким Я бы сказала Да Сквер на улице Менделеева Вот история Буквально накануне Получила свое развитие Да Я напомню Существовал И существует Еще все Проект 30 скверов Которые общественность Сделать совместно С администрацией И кировским бизнесом Тому мы в этом Немножко поучаствовали Тоже И в рамках этого проекта На перекрестке Менделеева И Воровского Я бы так сказала Да Вот уже близко К улице Воровского Появился сквер Небольшой Сделанный Энтузиастами Вот поддоны Качели И прочее Прочее Просуществовал Несколько месяцев Полюбился местным жителям Настолько Что Качались на качелях Не только взрослые Но и дети В итоге Сквер запретили Потому что Вот эти вот качели Из поддонов Сочли для детей Небезопасными Детские ножки Я так понимаю Что куда-то там проваливались Или я что-то путаю В общем накануне Илья Шульгин За этот сквер заступился Сказал что С общественной инициативой Так поступать нельзя Если есть люди Которые Нашли в себе силы Средства Там возможность Что-то оборудовать Надо значит Вот беречь и прочее Вот Тем не менее Вот в социальных сетях Довольно активно обсуждается И вы пишете В телеграме И портал Строим Киров Вконтакте Пишет о том Что тут вопрос Не в безопасности Детских ножек Которые проваливаются В подонах А в том Что дома По соседству С этим сквером Давно проданы Одному из кировских Застройщиков Вот И застройщик Видимо Не совсем готов Рядом видеть Такой сквер Спасибо данному порталу Строим Киров Что они пошли В глубже Они глубже И выявили Такую Ну Они нашли документацию Что на сегодняшний день Данная организация Очень плотно Скупает там Квартиры Скупает Получается Данные дома Но это не запрещено Это не запрещено Вот опять же А кто Почему прицепились К этому парку То да Вот был парк Ребята Общественники Построили этот парк До этого времени Никому Дела не было Построили Построили Существовал он Почему раньше В кавычках Вот эти контролирующие Органы В администрации Которые сейчас Вовсю говорят Что надо этот парк Было снести Да Они почему На этапе строительства Не приходили Не советовали ребятам А как это надо было Построить Да А вот сейчас Они откуда-то Появились из кустов Такие А вы такие Вот плохие У вас тут все Не по нормативу И сразу становится Очень много-много Вопросов появляется А где вы были раньше И почему вы пришли сейчас И почему Сейчас Выявляется Появляется Такая информация Что данные Земельные участки Приближенные К этому парку Да Скупаются Это же Обычный пример Я привожу таким примером Это алые паруса На сегодняшний день Да Вот мы видим Большое Красивое здание Которое стоит На Октябрьском проспекте Которое еще не заселилось И слава богу Пока еще не мучает нас пробками Да Но при этом Где же зона Благоустройства Возле этого здания А где парк Вот позади Позади Такой вот парк Красивый С фигурой Возле фонтана Никаким образом Не относится На сегодняшний день К данному земельному участку Это не придомовая территория Это не придомовая территория А у нас Согласно документации По крайней мере Да Разрешительной Должна быть придомовая территория Должны быть детские площадки Оборудованные Должны быть стоянки Под автомобили Да Ну хорошо Там валы паруса Есть подземная стоянка И ее на всех не хватит Все равно Суть не в этом Суть в том Что мы один из примеров С вами просто наглядно видим Алые паруса И тот парк В который застройщик Алых парусов Вложил Энную денежную сумму Да Я считаю На сегодняшний день Что данный застройщик Если он планирует Строить В районе улицы Менделеева Он должен Совместно с общественностью Вложить Тоже Энную денежную сумму На благоустройство Дальнейшего благоустройства Данной территории Вокруг И своих земельных участков И вокруг Данного парка Который построили Общественники Но не пытаться Какими-то там Окольными путями Но мы можем Только предполагать На сегодняшний день Этот земельный участок Говорить о том Что Да Данный парк Не нужен И спасибо Илье Вячеславовичу Что он Встал на защиту Общественности Это было Не всегда В истории города Кирова Не всегда глава администрации Заступался За общественные проекты Да Спасибо С какой-то точки зрения Дальше посмотрим Что будет Но я со своей стороны Тоже должна призвать Мы не назвали застройщика Про которого говорим Не совсем понятно Это Уксовитек Строим Киров Пишет Что Уксовитек Собирается Скупать квартиры В маленьких домиках На Менделеево Уксовитек Вообще-то На моей памяти Компания Которая достаточно Много внимания Все-таки Уделяет благоустройству При домовой территории И я все-таки надеюсь Что они эту свою репутацию Поддержат Конечно И вот таким Общественным резонансом Небольшим Я думаю Что они в ближайшее время Выйдут с каким-то предложением Когда они будут Застраивать данную территорию Если это действительно они Конечно Константин Сичихин В нашей студии Мы сделаем перерыв на рекламу Вернемся через 2 минуты Продолжаем особое мнение Константина Сичихина Выслушивать Общественный резонанс Сквер В рамках проекта 30 скверов На улице Менделеева О котором мы говорили Константин говорит Что общественный резонанс Возможно Позволит сохранить Эту площадку Созданную силами Общественников Для горожан Еще одна история С общественным резонансом История с желтыми заборами Которую мы обсуждаем Уже 2 недели В этой студии В разных совершенно вариациях Я бы хотела попросить Константин Ваши оценки Не желтым забором Упаси Боже Потому что про это Все уже рассказали О действиям властей Я напомню Что к Новому году Обещают с Октябрьского проспекта Это безобразие убрать Иными способами Обеспечат безопасность пешеходов И видимо Дадут понять водителям Что надо быть внимательнее И соблюдать скоростной режим Да Ну Что сказать по поводу Желтых заборов По поводу того Что администрация На сегодняшний день Насколько оперативно Она среагировала И насколько правильно Себя повела Поздно она среагировала Очень поздно Пока До тех пор Пока Их не поставили Пока это Очень В публичном поле Не стали Очень сильно обсуждать И как вы правильно говорите Таким Жестким резонансом Не прошло Все молчали Все дальше строили Все дальше устанавливали Эти желтые заборчики Особенно на Октябрьском проспекте Да я помню В социальных сетях Покричали очень громко По поводу того Что установили Эти заборчики На перекрестке Герцена и Октябрьского А на следующий день Точно такие же Появились на перекрестке Октябрьского и Круда Да я говорю Я успел этот вопрос Еще и с дирекцией Дорожного хозяйства Обсудить После того Как там уже Потом уже Впоследствии Илья Вячеславович Высказался По поводу Против строительных Данных заборчиков На Октябрьском проспекте Но Опять же Это прошло Какой-то большой Период времени Почему нельзя Заранее это Проанализировать Кто-то же Давал разрешение На строительство На установку Данных заборчиков И мало того До сих пор мы не знаем Но кто-то ведь Их изготовление Оплатил Кто-то же Оплатил-то Это дирекция Дорожного хозяйства Из бюджета Города Кирова То есть бюджет Города Кирова То есть мы все Оплатили Эти желтые заборчики Конечно А кто еще Там мог оплатить Теперь мы все Оплатим их Демонтаж Получается так Вот Потому что Представились Согласно каким-то Предписаниям Когда в свое время Еще выдало ГИБДД Если мы начнем С самого начала Истории всей этой И согласно Эти предписания Появились Выделены Были денежные Средства Дирекции Дорожного хозяйства Эти денежные Средства Были Отторгованы Как я понимаю Либо Там в рамках Содержания Это все было Прописано И Подрядчик Выехал И установил Эти желтые Заборчики Почему Потому что Ему в техническом Задании Никто не сказал Что они должны быть Кованые Либо там Из чугуна Либо еще какие-то Они должны быть Заборчики Те которые у нас По жизни Устанавливают В городе Кирове Вот из-за этого И появились Эти неприятные На сегодняшний день Желтые заборчики Я не говорю что А администрация Этот вопрос проспала Да А администрация Этот вопрос проспала Я вообще не понимаю Как можно установить Что-то на Октябрьском проспекте Не понимая там И не ставя в известность Администрацию Так вот смотрите Так это же администрация И поставила Эти заборчики Как холодильник Может появиться На театральной площади Константин Давайте мы начнем с того Что это На сегодняшний день И администрация Эти заборчики Поставила И она со своего же Разрешения Их поставила Но потом Когда Наверное В какой-то день Утром проснулась И решила Что А нет Мы не будем Так делать И решили Что надо сделать По-другому Но это и правильно Все когда-то Ошибаются Все когда-то Проходят Звые ошибки И я надеюсь Что вот эта ошибка Она была единственная На сегодняшний день И дальше Она не будет повторяться Со стороны администрации Появятся лежачие полицейские Зебры И на все на это Мы потратим 4 миллиона рублей Если я верно помню Погодите Безопасность Дорожного движения Прежде всего Должна быть Просто она должна быть Оборудована Правильно Комфортно Для граждан И вот Для этого Сегодня проходит И урбанистический форум Вот сейчас мы его анонсируем Прямо сейчас Да Я надеюсь Что вот сейчас Прямо сейчас И в этот час Там успешно И плодотворно Обсуждаются данные вопросы Связаны с желтыми заборчиками Потому что И со скверами Городскими Потому что приехало Очень много интересных спикеров С различных регионов С различным опытом Да Из Москвы Из Новосибирска Ижевска Казани Рязани В общем много Отовсюду Отовсюду Приехали Из многих-многих городов И где проходил Чемпионат мира по футболу И опыт вот этих специалистов Нам конечно нужен Ну конечно Надо понимать Еще и бюджеты Вот И как раз Вот это все Должна быть Обратная реакция От данного Урбанитического форума Для меня например Если город Киров Будет В рамках благоустройства Живет По-новому Маленько администрация Подучится У этих спикеров Маленько Как говорится Общественность возьмет Новую информацию Для себя Как это дальше продолжается Будет выработана Какая-то дорожная карта По окончанию данного Форума В рамках которой Будет двигаться Город Киров Главное чтобы двигался Да Главное чтобы двигался Вы какие сроки Даете Константин На то чтобы двигался Ну то есть Когда все меняться должно Так чтобы заметно Чтобы заметно Это 3-5 лет Но в следующем году Какие-то работы Уже и шевеления Должно быть Чтобы вы сказали Что не зря прошел Урбанитический форум Сейчас например Основное шевеление Это давайте Октябрьский проспект Преобразуем Либо мы все-таки Уберем эти желтые заборчики Уберем И что-то сделаем по-другому Как это чтобы это было красиво У меня конечно тоже Вот мысль иногда возникает По поводу А нужна ли нам аллея На этом Октябрьском проспекте Это наверное у каждого автомобилиста Особенно зимой возникает Такая мысль Но с другой стороны Мы все понимаем Что в центре Кирова Ну кроме дворов вот здесь Которые окружают дома Тогда требуется правильно Обезопасить движение пешеходов По этой улице По этой серединке Потому что сегодня На сегодняшний день Пешеходы просто-напросто Перескакивают через автомобили Особенно это мы видим На улице Московской На перекрестке С Октябрьским проспектом Особенно это в районе Где побольше потока Уже молодой гвардии Потом Маклина Там приходится Они же там не ходят Они ловируют между машиной Потому что машины останавливаются Все машины на поворот Которые стоят Они живут в притирочку Друг к другу Встают Чтобы три машины Могло повернуть Ладно там велосипедиста Там еще кого-то А мама с коляской А мама с коляской Да И вот ты наблюдаешь Над этой картиной Да Замечательно Есть аллея Посреди Октябрьского проспекта Можно маме с коляской Прогуляться Можно там Выйти на скамейке Посидеть Но опять же Переходить С одной аллеи На другую сторону Это небезопасно И вот об этом Надо подумать А как? А как? А для этого Урбанистический форум Сегодня проходит Я думаю Что общественность Задаст вопрос Спикерам Которые приехали Из многих-многих городов И они предложат И они опытом поделятся Какую-то Потому что аллеи Не только в Кирове Конечно Я уверена Я в Вологде Видела точно такую же В любом большом городе Возьмите Шкарала Казань Нижний Новгород Там везде есть Примерно такие же аллеи Которые проходят Посередине Какого-то Либо проспекта И как-то там Этот вопрос решался Ну в общем Вот Опытом буду делиться Насколько я понимаю Секция как раз По дорогам Начинается буквально Через 15 минут В 2.15 Начинается Игорь Бакин Будет проводить Транспортная политика Там хороший спикер Из Рязани Из Москвы Из Мосгортранса И вот я туда сейчас Поспешу Хорошо Отпускаем Константина Сечихина Члена общественного совета При федеральном дорожном агентстве Росавтодор Благодарим его за особое мнение Константин Спасибо и до свидания Спасибо большое Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok